Боже упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и признай вовеки веков. Аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Благослови! Христос истинный Бог наш, молитвами причинствия Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, всякое благо и человека любит. Аминь! Немного из беседы святителя Иоанна Златоустова. Не будем отчаиваться, но омоем слезами нечистоту греха. Но не может ли грех привести к отчаянию или победить милосердие Божие? И как погиб Иуда? Как? Ведь покаяние не может быть принудительным. Выслушай, что говорит ему учитель. Что мне сделать с тобой, Иуда? Ты не знаешь, что намерен сделать? Я знаю, но не хочу. Качество грехов требует этого. Величие же милосердия удерживает. Что мне сделать с тобою? Пощадить тебя? Но ты станешь еще нерадивее наказать. Но мое милосердие не дозволяет мне этого. Что мне сделать с тобою? Не поступить ли мне с тобою, как с Содомом? Не поразить ли, как Гоморру? Но я Отец, и Отец милосердный. И мы, зная об этом милосердии, не будем отчаиваться. Но не будем также предаваться беспечности той и другой погибели. Отчаяние не позволяет встать лежащему. Беспечность заставляет упасть вставшего. Кто имеет свойство лишать дарованных благ, это не позволяет освободиться от окружающего зла. Нерадение низвергает с самого неба. Отчаяние приводит к бездне зла. Подобно тому, как сохранение мужества заставляет сейчас же спасаться оттуда бегством. Взгляни на силу того и другого. Дьявол прежде этого был благ. Но вследствие нерадения и отчаяния не спал в такую бездну зла, чтобы потом уже не встать. Павел был хулитель, преследователь, гонитель. Но так как он имел ревность и не отчаивался, то он восстал и сделался равным ангелом. А Иуда был апостолом, но по нерадению стал предателем. Разбойник затем, так как он не отчаялся, даже после того, как совершил столько зла, вошел в рай прежде всех. Фарисей за то, что был самонадеян, не спал с высоты добродетели. Мытар же, так как не пришел в отчаяние, был за это так возвышен, что превзошел того. Хочешь, я покажу тебе, как то же самое случилось с целым городом. Ты был спасен, так был спасен весь город неневитян. Обратимся же и мы и воззовем, омоем слезами нечистоту греха. Будем бить себя в грудь и лицо, почувствуем грехи свои, чтобы и нам услышать от Господа. Сегодня будете со мною в раю. Аминь. Завтра после Божественной Литургии будет у нас сразу вечерняя и чин прощения. Это всегда делается в канун Великого Поста. Храни всех, Господь!